Вот чем очень плохо происходит, так это тем, что у нас три четвертых продуктов идёт из Евросоюза. Вот прям при камерах они не стеснялись там по почкам ударить, по печени ударить. Что в аквациенте встретились? И в сериале, и в книге, и везде-везде-везде. Схема такая, что вы свои микробы оставляете и чужих забираете. Посмотрите, как на том здании кого-нибудь вешают. Беги на Оксфорд-Стрит, купи мне там красные штаны. С нами течёт речка под названием Флит. Флит – это подземная река сейчас, а когда-то была над землёй. 40 человек, имеется в виду, что мы гуляем по одной сорока клеточке игры «Монополия». А кто играл «Монополия», в каждом большом городе будет своя версия. Там будут свои улицы, свои вокзалы. Вот мы через них пытаемся рассказывать о городе, потому что Лондон очень разный. То есть, опять же, то, что у нас в Чернобыле снимали, в Киеве, в Виссагинесе, в Вильнюсе – всё непростое. Когда у нас реально, как советская власть научилась штамповать города, вот они примерно одинаковыми, примерно везде и делали. В Лондоне очень много властей на местах, поэтому вы видели, да, тут Шаклево-Шаклево, вы в разных городах уже находитесь, всё по-разному выглядит. И это всё потому, что вот эта разница, она столетиями выкристаллизовывается. Мы сегодня гуляем по Сити. Сити обожаю, потому что, во-первых, его многие обходят вниманием, а зря. То есть, очень тянет в Висс Минске. Это тоже цены, да? Ну, где вот такие, не хочу их попсовыми называть, но знаменитые темы, типа Тропаркальская площадь, это Матсабы, и Матсабы, и Матсабы. Что там ещё, Бигбен всякий, да? Это вот то, что у нас учебник вдалблено с 7 лет, на то и раньше. Так, мы сейчас вышли на Патерностоскуэ. Я по глазам вижу, все на латыни говорят. Патерностос – это отче наш, да? Отче наш, потому что мы стоим возле собора святого Павла. Это одна из таких главных, да, религиозных святынь. Тут вот та версия собора, которую мы видим. Это 1711 год. Это когда они полностью достроили, перестроили, да? Доделали, переделали после Великого Пожара. То есть, вообще на этом месте уже гораздо дольше стоит эта тема. Я вам сейчас покажу, как это выглядело. Предыдущая версия собора святого Павла, она была, ну, совсем другая. Что, какой-то вид, смотри, полиция идет с оружием. Тут, вообще, не вооружена полиция почти. У нас на весь Лонг, вообще, кстати, в Британии почти нет оружия. Слушай, монстры, да, это относительно просто контролируется здесь. И тут на весь Лонг 1200 полицейских, у которых есть, вообще, право ношения оружия. То есть, это я к тому, что единовременно на улице Лонг за счет 50 максимум. То есть, это очень мало. Я как-то был, слушайте, это вообще жуть. С детьми. Раз в год ко мне приезжали раньше ребята из детских домов из России. Это вот Мегафон. Они спонсировали такой чемпионат по футболу среди детей. Ну, и приезжают дети реально золотые. Те, которые до нас добираются, да, это победители чемпионата, это всероссийский чемпионат. Там очень хорошие детские дома. Ну, воспитатели, которые с ними приезжают, очень хорошие тоже. Ну, и все равно они дети. Дети, у которых все равно еще тоже проблемы с дистанцией иногда бывают. И мы как-то гуляем с ними. И вот как раз на такой полиции выгодишь. И вот они фоткаются. И они у них у всех, как, ну, парочка, говорит. Такой, нет, не говорит, ты не поверишься. Короче, всегда ответ нет. И в один прекрасный момент. Они все еще в одинаковых зеленых курточках. И вы понимаете, да? 30 детей в зеленых курточках. И один из них решил с автоматом сфоткаться. Ну, он такой, ну, дай мне автоматы, да? И вот так. Вы знаете, да, когда тебя вступило 30 детишек в одинаковых куртках, и по-русски отнимают у тебя автоматы. В общем, это было очень весело. Так, извините. С оборудованием этого Павла я начал говорить. А предыдущая его версия вот так выглядела. Ну, то есть, понимаете, да, небо и земля. И вот эта версия, она сгорела во время Великого пожара. История Сити – это именно история Великого пожара. То есть, это 1666 год. Легко запомнить, да? Здесь в Сити будет все про пожар. Например, смотрите, вот эта колонна. Наверху, видите, как раз пламя Великого пожара. Эта колонна, она повторяет другую колонну, на самом деле. Которую, кто может видел, возле Лондонского моста есть колонна, которая называется «Монумент». Монумент, да. Она похожа, побольше, пошире. По ней можно забраться наверх. Там как раз вот от монумента и пошел Великий пожар. 2 сентября 1666 года это все загорелось. Там, слушайте, вот как и с Чернобылем. Огромное сочетание факторов, да, которое просто привели к такой катастрофе. Конец очень сухого лета. У нас редко бывает сухое лето, но бывает. Раз, так, в столетие. Весь город деревянный. И вот это был классический старый город, где крыши друг на друга надвязают, где все деревянное, соломенное. И очень сильный ветер. И вот это все раздувалось. В течение трех дней сгорело 3 четверти города. И чтобы вы понимали, да, тогда Сити это и был город. То есть, вот реально, как это не смешно, но в Асминсерке сейчас тоже вроде как центр. Но там были выселки, где власть жила. Вот как в Горке 9 или в Рвиху, да? А здесь это было так. Вот здесь население-то и жило. Эта часть сена... Эта часть города была стеной окружена. И вот тут все сгорело. Причем, слушайте, 2 сентября, представляете, да? Когда впереди осень, зима. В общем, это все в попыхах тоже перестраивали. У нас 3 года назад отпраздновали в Камнику. 350 лет садебили по пожарам. Я сейчас реально покажу. Реально же празднуют. Ну, то есть, отмечали, конечно же. Но очень эпично это сделали. Они на Темзе сделали средневековую модель города. Это на баржах из дерева. Ну и все догадываются, да, что с ней сделали. Да, да. Как же последние поэстаторы. Все это спалили. Я, короче, в отпуске был. А Даша, коллега моя, она сходила, посмотрела. Она была на другой стороне. Она была далеко не в первом ряду. И то она говорит, полное ощущение. Иногда там плыкнет немножко ветер. Полное ощущение, сейчас брови спалят. Ну и смешно отмечать, да, великий пожар. Но отмечали, потому что это реально такая история перерождения города. Он из старого деревянного превратился, во-первых, в каменный. Во-вторых, улица пошире, дома повыше. Так что, еще вот где-нибудь 30 лет назад на этих воротах еще черепа везели для устрашения, чтобы, понимаете, да. Так что, это вот. Давайте так, последнюю быстренькую историю здесь расскажу, и уже будем ходить много. Если бы мы на эту площадь зашли в 2011, она бы абсолютно вся была в заборах. Знаете, таких временных, шелезных. Давайте наспорим. Это похоже на один большой чек-ин. На самом деле, это была защита от движения Occupy. Occupy, может, помните, это в Нью-Йорке началось? Occupy Уолл-стрит назывался. Банкиры все испортили. Устроили кризис экономический, да, и вот на их главную финансовую улицу выходят антиклобалисты, антикапиталисты, которые по такую акцию протеста устраивают, разбивая палатки, и говорят, что вот вы нам все испортили, оккупируем вашу улицу, и отсюда и название Occupy Уолл-стрит. И здесь такая же была демонстрация большая, на миллион человек. Которая закончилась, должна была закончиться здесь. Ну, потому что, видишь, революцию начнешь, да? Их сюда не пустили. Такая площадь, видите, где два с половиной входа, ее легко перекрыть. Поэтому они не смогли здесь, но они встали в соборство-то упало. Ну, как это, вот так, виднеется лесенка у главного входа. Вот они прям так вот встали, и там, знаете, что мы 99%, что вы 1% банкиров все испортили, а мы теперь расклепываем, и они вот прям там палатки ставят. Тогда ослужитель собора выходит, обстоятель, да, какой дурдор? Ну, то есть, миллион человек, когда заканчивает, еще палатки расставляют. Вообще непонятно, кто тут главный. И когда ослужитель собора выходит, все журналисты, естественно, к нему такие, что думаешь? Ну, он смотрит на это все такое. Церковь всегда стояла на стороне униженных и оскорбленных. Пусть стоят на них жало. И вот, он такой добро неформально отдал, да, и они прям там палатки расставили, и нормально, чтобы они ночью сюда не перетащили палатки, они тут все и завили заборами. Тут невозможно было сумку поставить, без того, чтобы час двигать эти вороны, да. Поэтому они там встали. Смешно, но, слушайте, я на это съездил посмотреть первую неделю, и что-то в этом было. Ну, то есть, я помню, я приехал, когда... Я еще в офисе работал, я просто на ланч приехал на велосипеде, смотрю, видно, когда нормальные лица планируют. Ну, такая солидарность в воздухе реального металла. У меня больше всего проведел сцену Янг от Эйсити, вот, пиджаки в синем. Купил два пакета еды в Максон Спенсерс и отнес к ним. Типа, ребята, я мысленно с вами. Пойду поработаю, правда. И вот такая солидарность в воздухе металла, а дальше проходит неделя-две-три, потом месяц-два-три. Потихонечку начало сказываться. У них были какие-то требования на тему регулирования рынка, но это все-таки тончайшие вещи, которые на уровне государства дают в игру лишь. И я второе основное это приехал посмотреть, потому что они тогда наврали, что им Бэнкси подарил работу. Бэнкси очень известный здесь уличный художник, который якобы он им дарит вот такую работу. И Винтик, главный герой игры «Монополия» на монопольном барде сидит, просит милостуни у налогоплательщика, чтобы его банк выкупили, да? И, если честно, можно было по фотке понять, что это ни разу не Бэнкси, но им уже сильно внимания не хватало. И в Америке их вечно шмонали, и про них писали, у них такая вещь на подпитки не было. А тут сиди не хочу, да? И закончилось тем, что журналист приходит, я тогда посмотрел на этот лагерь, вначале деду несли, а тут уже, знаете, такая табличка на входе в лагерь написана, на нужду лагеря требуется. Два лаптоба, три видеокамеры, скобочка для снимания революционных роликов. Понимаете, да? В общем, такой разброд уже немножко, и закончилось все очень весело, журналист приходит днем, и он их спрашивает вообще, какие планы, ребята? И они такие, будем до последнего стоять, пока каждый капиталист мира не справится. И он такой, окей. И он приходит, не просто с камерой, а с тепловой камерой. И он делает фотку палаточного лагеря, где только в одной палатке кто-то спит. Понимаете, да? Вот на этой фотке видно, где оранжевая палатка, это вот единственное, где кто-то внутрь есть. Ну, это уже такая тусовочка была, да? В общем, британцы все знают выражение «потемкин вилланджес». То есть это вот «потемкинские деревни», да, вот такая фикция, скорее. В общем, это тогда все вышло, и их в итоге решением суда попросили. Мне кажется, они сами роды были, да? А нельзя. Жалко, мы бы до конца достояли, да? Ну ладно. Уважаем, да, суд мы уважаем. Ну и в общем, и они лицо сохранили, да? И уже реально в тупике все было. Так, запускаем. На самом деле вытяжка. Мойте внимай, помните, решеточки введем. Под нами метро и под нами парковка, да? Поэтому они там вентиляционную шахту красиво замаскировали под колонну. Это была церковь, которая называлась Greyfriars. Greyfriars сначала сгорела во время Великого пожара, а потом ее церковь в Рен, опять же, перестроил. Вот такая церковь была. И ее разбомбили уже фашисты. То есть в 40-м году, как раз последствия бомбежки, хорошо видно, как здесь все разбомбили. Закончилось все тем, что тут не восстановили, наверное, потому что мы в Сити. В Сити, я уже сказал, да, здесь почти никого не живет. То есть это деловой район, в котором полмиллиона человек работает. Всего 7 тысяч живет. И как в любом, опять же, историческом центре, тут на каждом шагу по церкви. Причем по культовой церкви, да. Поэтому, наверное, в других местах установили, а тут так и оставили. Все четыре стены, на самом деле, стояли. Но они вот эти две стены убрали в 80-е, когда они расширяли вот эту дорогу. Им нужно было пешеходную часть сделать, вот где мы заходили. Да-то, смотрите, какой садик сделали. Я не знаю, как у них так все растет. У меня только сорняки так растут. Ну, реально, смотрите, вообще. Сейчас напомню, октябрь месяц, да, уже. Ну, у них даже в феврале что-то цветет здесь. Удивительно, кажется. Мне больше нравятся вот эти деревянные штуки. Это то, где раньше стояли колонны. Понимаете, да, вот визуально очень хорошо это представляется. Секундочку сюда подойдем. Вот там хорошо видно основание этой штуки, как основание колонны, то, что осталось. Все. Не уж хорошо встал. Давайте чуть-чуть назад, я вам покажу. Вон там окошко, ладно, отсюда. Придется на стол, поверьте. Там в окошко свет горит, я. Подойдите поближе, и если будут жалюзи открыты, там вы видите зубоврачебный кабинет. Серьезно? Там стоматологи. Вот, возможно, традиционные виды. Это, короче, называется Conversion. Это когда вы чего-то конвертируете в квартиру. А вот это все равно, понимаешь, что это? Это же квартира. Квартира. Ну, посмотрите, там видно, хорошо. Точно, кто же живет. Это квартира стоматолога? Нет, нет. Сколько я знаю, там хоть одна женщина живет, я не знаю. Это просто одна квартира или много? Одна. Да, да, это одна. И, слушайте, она... Она большая, да? Она большая и узкая, скорее, да, высокая. Но называется Conversion. Это вот именно когда вы чего-то конвертируете, чаще всего в квартиру. У нас все, наверное, поняли, да, жилье больная тема в Лондоне. Да. Сильно не хватает, поэтому все, что превращается в квартиру, оно почти уже все превратилось. Очень много школ бывших, викторианских. Тут, кстати, во-первых, начальное образование становится обязательным для всех еще в середине 19 века. и они понастроили тысячи маленьких школ. А потом в 20 веке, как у нас в СССР, укропнялись школы, ну, таких монстр школ в тысячу-полторы-две учеников. И вот много старых зданий, которые просто переделали в квартиру, и их выдает только то, что у них на входе написано Boys или Girls, такого типа, да? Есть куча вот церквей переделанных, есть куча каких-то складов, сейчас сам Бог велел, да? Какие-то мофты переделать модные. Заводы. Шерлока все смотрели? Да. Там, помните, Ватсон все время у психотерапевта сидит. А в последнем сезоне зачем ты, Шерлок, наш психотерапевт? И он, смотрите, где сидит. Видите, на заднем плане витражи какие-то. Это не здесь, но это, конечно, тема. То есть тут зубоврачебный кабинет, тут психотерапевтический. Можно без анестезии и там, и там. Понимаете? В общем, это вот. Под нашими ногами сейчас идет такая тема. Метро 2 называется. Метро 2 – это кто в Москве пожил, толкмает. Из Кремля непонятно куда идет тайная ветка метро. Вот на случай ядерной бомбежки. Не факт, что она есть, но знаю, Кремль наверняка есть, да? Короче, моя любимая часть – это легенда городской. Где бы вы ни жили в Москве, она якобы всегда под вами, да? Я вообще балашики в ужасе, там под Москвой, все самое дурацкое. И даже там якобы есть. Там всегда как-нибудь найдется причина, почему она именно там. Короче, здесь оно есть, оно под нашими ногами, оно выглядит вот так, но это не для королевы, не для премьер-министра. Это единственная в мире ветка метро, которую строили для почты, для переброски почты по городу. То есть, смотрите, сейчас там Бэнком Америка, Мэрил Линш, который, да? А до них, видно, что современное здание, до них там был сортировочный офис Royal Mail, то есть вот письма-посылки. А дальше вниз. И, короче, это одобрили еще в 1917 году, когда телефон-телеграф только-только появлялись. И, понимаете, да? Все шло через Лондон по железной дороге, а дальше вы всю страну проехали, а потом, как вы сегодня, собираете все пробки. С пробками все хуже было еще. То есть, сейчас хотя бы машины, и сейчас реально расширенные дороги часто. В те времена еще хуже было. И вот вхождение информации – это важный фактор, да? Поэтому они пытались ускорить. Ну, что они, собственно, и сделали? То есть, сделали подземелье, оно связывало все вокзалы почти, оно ушло, кто ориентируется, с Уотчепала, и до самого поединка. У них скорость хождения почты по городу выросла с 5 км в час до 30 км в час. То есть, понимаете, да, насколько это? 8 остановок, и вот одна из остановок была под вот этим зданием. И все письма-посылки шли через это здание, да, которое в Сити. Ну, и из него выходили тоже. Оно работало все как часы до 2003 года. В 2003, ну и почта, да, из него, во-первых, меньше, тут все еще 52 миллиона письм в день посылается. Но из почты ушла срочность. То есть, если нужно что-то срочно, да, пишешь email или звонишь, или еще что-нибудь делать. А в итоге это закрыли в 2003. И дорого очень поддерживать 80-летние подземелья. Уже пару лет назад это открыли в качестве музея почты. То есть, это в сортировочном офисе, опять же, бывшем. Это недалеко отсюда, на Ферлингтоне. И вы можете за отдельную палату спускаетесь. Ну, и вот там можно почувствовать себя посылкой или почтой. И вы такой кружочек небольшой делаете по этой штуке. Это называется mail rail, да. Так что единственное в мире реально ветка метро построена специально для перегрузки почты, да. Да. Сейчас погнали начнем. У Ватсона не было денег уже жить в центре. И он искал комнату, да. И он встретил друга, который ему говорит, о, я еще одного человека сегодня уже видел, да, который тоже искал комнату. И он ему говорит, пойдем я тебя познакомлю. И они приходят в больницу. И они в больнице встречаются. В больнице с удовольствами, где-то наверх. Там вот, когда Сэмбатол на хоспитал, если сериал смотрели, они там же тоже встречаются. Это у Канадоли, они тоже в больнице в этой встречаются. И когда в сериале делают, там много событий в этой больнице происходит. Там эта девочка Молли, которая ему трупы на эксперименты дает. Тут они всегда вот этот кадр показывают сначала, когда общий план такой идет. Я вам еще сегодня покажу место, где он прыгал с крыши. Это вот тоже все здесь. Больница гигантская абсолютно. Перед этим сначала покажу церковь святого ислана. Побежали. 1917 год. Это еще Первая мировая. То есть, у нас все-таки Вторая мировая, скорее, да? Стыруется с налетом из воздуха. Тут Первой мировой, в том числе, бомбили. Бомбили с дирижаблей. Цеппелину, да? Которые. И понимаете, да? Эти дирижабли. В общем, сегодня мы их могло легко во Францию ждуть. Ну, то есть, это абсолютно неуправляемая штука была, которая летела туда, куда ветер дует. Чтобы вы понимали масштаб ветра, на Лондон было 72 вылета, из них в Лондон попало только 9. Вы снимаете, да? Сколько это кривая технология была? Ну, страшно. Это вот впервые, когда линия фронта здесь проходит, да? Когда вот долетает чего-то. Поэтому это вот одно из немногих мест, где оставили. Вот именно как напоминание о том, что еще Первой мировой здесь тоже что-то долетало. Таких в Лондоне мест по пальцу прочитать, естественно. Так. Сейчас еще одно место покажу. Это вот еще одно последствие вот этой бомбежки. То, что «Нет худо без добра» называется. Дети. Если к нему присмотреться, это еще настоящий Тюдор, скажем. Это имеется в виду эпох Тюдор, да? Это, ну, в данном случае, это еще 1640-е годы, по-моему. Слесящая деревянная тема, которая еще пережила Великий Пожар. То есть, понимаете, да? Вот это здание стояло здесь во время Великого Пожара. Его остановили буквально вот там 40 метров отсюда, северной границей. Здание уцелело во многом, потому что мода на архитектуру меняется. Хватит, всегда обычно не очень любят предыдущее архитектурное поколение. Вот как сейчас мы свысока немножко смотрим на железобетонную советскую такую архитектуру, да? Ну да, ни о чем. Это страшно. Вот, а то и да, именно что, господи, надо же тут такой был построить. Вот точно так же в конце, после Второй мировой, смотрели на 19 век. Ну, типа, прогнившие, никакущие. То ли дело современные железобетонненькие, такие, знаете, минималистично красивые. Точно так же в 19 веке смотрели на Георгианскую. А после Великого пожара вот на эти дома. Такие деревянные дома, они были прогнившие. Вот все, что осталось, понимаете, все заново отстроили, а это получил самые прогнившие, самые никакущие дома, поэтому их не очень любили. И частично для того, чтобы повысить стоимость железа, частично для того, чтобы соответствовать требованиям пожарной безопасности, они, смотрите, все с этими воротами делают. То есть это эти же ворота. Но фотографии начала 20 века, но они еще в 18 веке это сделали, облицевали все это кирпичом. То есть после пожарных требований, после Великого пожара, нужен был плоский фасад, нужны были окна утоплены, вот как здесь, окна утоплены немножко вглубь, чтобы они вот так вот открывались. Короче, они вот так вот все сделали. Мне кажется, они уже и сами забыли, что там внутри. Понимаете, там сто сущим лет прошло. И тут эта бомба Первомировой обваливает частично фасад. И они уже глазами 20 века посмотрели на это и подумали, ну, нормально было, да? Зря мы тогда. И вот сейчас восстановили. То есть во многом до нас в таком хорошем состоянии дошло именно из-за того, что оно было закрыто. В какой-нибудь Оксфорд поехать. Там много такого осталось. Ну, Оксфорд куда менее турбулентная история. Там и пожаров меньше было, и фашисты не долетели. А вон слишком весело было, да? Поэтому очень мало такого осталось. Вот на весь Сити две буквально конструкции вот такие деревянные из тех времен еще. Так что это... Опять же, смотрите внимательно, как там Штирлиц поставил цветочки в окнах. Видите, да? Там тоже квартира, кажется. Там пенсионеры живут. Я все, что я знаю, что там какие-то бабушки и дедушки. Я их миллион раз видел, но они такие, они тут живут еще с 1960-х годов. Они могли еще на концерт Битлз. Видите, отсюда сходить и вернуться. Оптовый действующий местной рынок. Оптовый, он в смысле профессиональный. Тут 90% это закупаются магазины и рестораны. Поэтому он зараз ночной. То есть он работает с двух ночи до семи утра. Мы сейчас увидим... Да ничего не увидим ночи. Он сейчас закрыл. А днем он не работает. Днем нет. Короче, раньше он работал где-то на полотне. Сейчас платный вес в центр. Если на машине въехать в центр, это стоит платить со столицы фонда. А если он большая машина, то еще выше. Поэтому если бизнес... Им еще тоже нужно магазин открыть, ресторан открыть. Поэтому им имеет смысл там раз в неделю приехать, то что купить. Поэтому сейчас он до семи работал, например. Я покажу, знаете, вот эти два здания. Это 19 век. Там чуть-чуть видно, там где стекло заканчивается, видите, дальше начинается. В 60-е годы такое здание. Это было такое же. Но там разбомбили. Я сейчас вам еще покажу. Так, давайте. Я же до этого дойду тоже. По осени, знаете. Начнем с того, как вы можете взглянуть. Смитского. Фил поля. Поля, на которых раньше скот и приводили. И очень часто и убивали. Интуитивно понятно, но на всякий случай объясню. Холодильники-то появляются только в конце 19 века. Они промышленности начинают появляться. Так вот, до того, как холодильники появились, все было плохо со льдом. В наших краях, я имею в виду в СССР, где мы родились, лед сам генерится 3, а то и 6 месяцев в году. Тут так не получится. Тут гайпстрим, да, поэтому здесь тепло. Поэтому лед был, но чтобы вы понимали, сколько это стоило, его от айсбергов Норвегии откалывали. Сюда привозили. То есть, его не было, считайте. Или он таких денег ставил, что это не стоило. Поэтому, чтобы мясо свеженьким осталось, оно само на рынок и шло пешочком. То есть, вот прямо оттуда и досюда шли коровы. Отсюда, кстати, все вот эти войны за специи были. Не потому, что они любили вкусно поездить, а потому, что это способ законсервировать мясо. Поэтому там, кстати, пойти туда, там говорящие название улицы Cowcross Street. Cowcross Street, в Москве ориентируется, скотопрогонный переулок, в Москве это называется. То есть, где коровы и шли. Короче, сюда вас приводили. В среду вы могли здесь лошадку купить, в смысле покататься, а не съесть, да? Зненитое место казни тоже. Кто помнит фильм 90-х годов, называется «Храброе сердце», где Мела Гибсона в конце. Это же здесь и было. Вон прямо вот, где мы с вами ходили, я вам показывал следы от бомб. Там же есть памятник сэра Уильяма Воллса. Вот как раз где его и четвертовали. Понимаете, да? Чтобы далеко потом до рынка не нести. Прямо здесь и продали потом. Если кроме шеток, то, наверное, и специалисты были, которые умели четвертовать, условно говоря, да? И разрубать мясо. Ну и всегда такие казни, они проводятся в публичных местах. Это такая публичная порка, чтобы другим неповадно было. Вон опять, смотрите, City of London Police. Видите, не митрополитом полис, как везде, а сити полис. Да, это совсем другая тема. Джек-Потрошитель все знают, да? Он опять же, его никогда не поймали. Вот одна из причин, по которой его не поймали, он очень грамотно трупы по городу расплакал. Одна из жертв была в Сити, другие в Айчаполе, и вот там митрополитом полис, и City of London полис. Деструктивно по-мужски друг другу палку в колеса вставляли, вместо того, чтобы сотрудничать. Смотрите, самая крутая компактивная фотка на сайте. Учите сделать. Супер лица капитализма, видите? Я бы сказал, на берегенном плане у них, смотрите, я бы сказал, хозяева рынка, видите, такие, в калсочках, а на заднем плане местники, у которых вообще не забалуешь ни разу. Я вам сейчас скажу, как раз, как я сюда ходил, как меня чуть на мясо не пустили. Здесь все очень срочно. Я начал говорить, не заканчивая. Это про Брексит. Вот чем очень плохо будет, так это тем, что у нас три четверти продуктов идет из Евросоюза. Меня уже сейчас пугали. Говорили, что сейчас такое время, там были, на Евангелычи вообще не ехали. Потом я прочитала всякие ролики про Брексит, и понимала, что пока еще не спрашиваешь. Не-не-не, слушайте, еще года три можно ездить. Не, слушайте, на гризисах это никак не отразится, но, может быть, в теории, фунт может скакнуть сильно, да? Если бы это удел. Может, это немножко выразится в том, что вот там помидоры, да, пропадут, кто там висит, расисты, да? Всегда требуют помидоров у нас. То есть, перебои будут продукты, потому что три четверти продуктов у нас есть с Евросоюза. И сейчас с Евросоюзу нету границы, да? Да, да. Надо путиться-то тоже посыграть. Да, надо же, уже поздняк метаться. Мы только лайки умеем расставлять, а я не в комжеток, они с концерваторства века. Тут есть полаграя промышленность, но она там очень малыша. И какой-нибудь из Шотландии много раз. Короче, я на фоне вот таких, даже любых лет, скажу, как я сюда ходил. Мне один раз приснился вообще. Я так часто про него рассказываю, что... Короче, сюда, на этот рынок, будут экскурсии. Экскурсии разрешается двум людям только делать. Какие заслуженные бабушки делают. Один раз в месяц им можно делать. Группы не больше десяти человек. Я, в свою очередь, ждал пять месяцев. То есть, ну, просто в интернете записываешься, вот все пять месяцев, честно, лайки расставляешь. И просто уведомление приходит, что для вас готово место. Мы начинали, чтобы вы понимали, в половине седьмого утра, чтобы утренок живым застать. И начинали возле метро Барбекан. Это вот в конце вот этого крыла, еще две-три минуты. Я выхожу, она встречает бабушка в белом халате. Я на нее такой смотрю. У меня уже, короче, профдеформация. Я думаю о том, что гидам нужно выделяться, чтобы не растерять своих гостей. Кто-то с флажком ходит, кто-то с зонтиком, кто-то в шляпе. Но белых халатов я еще не видел. Я такой, ничего себе. Ну и начинаем экскурсию. В пол седьмого все вот эти из кофе наперевес. А бабушка, давай нас дворами водить. Вот вместо того, чтобы пойти на рынок, да, мясо, мы что-то к нам вставали, да? А она там, вот про этот камушек хотела рассказать, про эту деревься, про эту цепь. Все такие, бабушка, мясо давай. Никто так не говорит, но все друг с другом, знаете, так, скорее, гужей мясо, по британску. Короче, приходим сюда без одной минуты семь. Как только мы зашли на этот рынок, я понял, почему она так не хотела идти сюда. Нас в момент обступают мясники. они все в белых халатах, я только здесь понял, что она пыталась под них мимикрировать, да, и сказать, что ребята, я же одна из вас, да? Половина из этих мясников, вот как этот, кровища, они выходят вот с такими ножами, и их, наверное, бесит немножко, что их показывают, как животик зоопарк. И, ну да, они выходили, они ржали над нами. Мы настолько, бабушка вот там, под окнами громоглаза орала, да, в пол седьмого. Мало кто живет, но живут люди. Сюда заходим, она такая, здесь вот осторожно, не перекрывайте, пожалуйста, хотя я вам столько потом расскажу, чем она явно настолько неуютно себя чувствовала. И эти мужики, вот они выходят, как будто мы, знаете, такие смешные американские туристы. С пропеллером на голове, в цветных шортах, которые пришли, знаете, в самый разгар холодной войны, в самый суровый советский район, в самую суровую школу. У себя шпана выходит показать, на самом деле, классные, да. Вот они выходили с ножами на них, они там, ради прикола, мы только ножами друг у друга в зубах не ковырялись, да? Ну, то есть, мы настолько были нашуганы, и мы такие, реально, в группу сбились, такой небольшой, бабушка, в этот момент такая, пойдемте с мясиками пообщаемся, вы только не будете, у меня тут один хороший есть, приводит нас, там за прилавком стоит, такая, реально, мухникровая гора мышц, они многие здесь, в касках ходят, видимо, по технику безопасности, как-нибудь, и... Что на голову, на что падает? Судя, там очень много, там у них система есть, которая на крюках, электрические вот эти туши переводится, они реально летают, как эти, чтобы, видимо, и бабушка такая, к нему подходит, и реально, почти, закачиваемся таким голосом, скажите, пожалуйста, какое у вас сегодня самое оригинальное мясо? И этот чел, ему надо было в театре работать, то есть он реально, краска, из-под каски такие два глазика, на нас смотрят, как на мясо, и он такой, так упал, выдержал, можно было от напряжения, знаете, резать воздух, крокодил, и мы такие, а еще, зебра, мы такие, а еще, и он потом еще пару животных с зоопарка назвал, и мы такие, бабушка такая, вопросы есть? и мы ушли, и потом уже бабушки такие, что, правда крокодил? правда зебра? и она такая, полно по половинам, выдумывался, то есть они вообще, во-первых, они жуткие шовинисты, я потом второй раз пошел с ее мужем, вот эти два гида, бабушка и дедушка, он такой, дедушка божий одуванчик, он всегда улыбается, они с ним нормально, а так еще одни мужики, понимаете, то есть всегда, когда чисто женский, или чисто мужской коллектив, это всегда попси окончился, в общем, они ее критировали по полной, я потом посмотрел документальный фильм, в BBC очень хорошую серию делали, называется, Markets of London, все рынки Лондона, это единственный такой долбанутый, ну вот потому, что во-первых, мужики, во-вторых, кто в мясники тоже пойдет, в любом случае, врутуальные ребята, которые со смертью на ты, да, в мяснике, это какое количество нужно продавать этого мяса, чтобы содержать вот это, все вот эти сейчас, все магазины, все рестораны, они почти все здесь, огромное, сейчас у них, если честно, не лучшие времена, вы смотрите, 4 крыла, из них только 3 работают, и очень многие сейчас напрямую с поставщиками, с фермами работают, да, то есть не самое лучшее, очень много, вы не знаете, кто сейчас хороший клиент, это типа, стритфуд, вот который, типа крошки картошки, я не знаю, извините, у вас должен быть эквивалент какой-то, понимаете, с вагончиков такие, они много тоже покупают, короче, в документальном фильме, я начал говорить, там был молодой человек, герой, 21 год, первая работа, и вот так третировали, вот прям при камерах, они не стеснялись, там, по почкам ударить, по печени ударить, то есть, и все так, в шутку, там типа, ну, аааа, улыбаются, и в итоге они стоят в конце, как футбольные фанаты после матча, знаете, когда после пяти пинт, и они стоят, как бугули, на юге, парни племен, племен, наш парень, наш, ну, давай церемонию, да, давай церемонию, и они берут в феврале месяце, ночью, там градусов 5 температура, они вот трусов раздевают, и трусы, я думаю, они только для камеры оставили, да, и просто к BBC попросили, да, и у них тут такая клетка есть, обычно здесь стоит, я не знаю, куда они ее делят, они в этой клетке тушу перевозят, там такая на колесиках, высокая, в общем, они его в эту клетку запирают, вывозят туда в трусах, на него выливают ведро крови, потом мука, потом еще ведро крови, потом яйцами его закидывают, как церемония инициации, посвящения в месяцах, зато потом будешь говорить, что зебру продаешь, и они такие, берите зебру, судьи хорошие, ну, то есть, они немножко, я закромешил, они реально друг за друг горой здесь, они брутальнее, но как бы любая жесткая корпоративная структура, в ней будет вот такая похожая церемония инициации, да, как в Кремле, да, ты должен быть 1 миллиарда, чтобы все знают, что ты его украл, да, так, погнали, дальше? Вы это видели, если смотрели фильм Skyfall, Джеймс Бонд, кто не смотрел, ничего страшного, там по сюжету главное здание разведки взрывают, казалось бы, да, страна в опасности, да, все нормально, в Рейндж-Оверс-Телле, красиво надо через город проехать, не забыть романтично из окна выкрынуть, мимо рынка проезжайте здесь, и сюда шмык, там охрана, ну вас-то знают, открывают вам двери, и вы со всего размаху красиво заезжаете в тайный офис разведки, знаете, один из таких офисов, где один человек рубильник такой, раз, уже все сидят за столами, работают, сервера, работают, здраво безопасности, короче, там на самом деле парковка, очень грандиозный въезд в эту парковку, потому что раньше, вот сюда пешком водили скот, потом это запретили, наконец, делать в середине 90-го века, и они убивали скот, три-четыре километра на север, вызовут и оттуда гнали уже на поездах, которые останавливались под нашими ногами, то есть товарные поезда под землей, и нужно было, чтобы еще вот эти товарные, чтобы вот все туши могли выкатить лошади, которые были с повозками, понимаете, да, кучу-кучу-кучу, поэтому, видите, угол наклона такой небольшой, поэтому такой грандиозный сарачаный въезд. Сейчас это просто парковка, и там, кстати, до сих пор есть всякие въезды. Рейсы подъезжают, они их уже не используют давно, но при желании все еще можно увидеть это. Редко, но можно. Так, сейчас еще одно последствие от Врага заходим. Мы сейчас стоим, опять же, вот там церковь Святого в Рафламе осталась, это больница Святого в Рафламе, целый комплекс, да, еще один, где Шерлок и Ватсенов встретились, и в сериале, и в книге, и везде-везде-везде. Кто помнит последнюю серию второго сезона, где Мориарти и Шерлок встречаются на крыше, если помните, это у этого, у Конандоли это называется Рай Кимбат Фол, Фол это же и водопад, и падение, да, там красивый гроссов, который теряется при воде. Вот они с Мориарти встречаются уже на крыше больницы, ну и там, кто за ангелов, кто за демонов, да, и они разговаривают, и Мориарти ему говорит, Шерлок в какой-то момент смотрит вниз, и Шерлок говорит, а, ему Мориарти говорит, давай прыгай, ты проиграл, да, он ему так красиво поздравляет, в том эпизоде, и Шерлок говорит, ну что ты как-то, он ему и говорит, что если ты не прыгнешь, трое твоих лучших друзей, он может искаться, Ватсон, инспектор Алстрад, в топ-3 попал, и тот действительно вспоминает, что ему, его Майкрофт предупреждал, что почему-то троих силеров наняли, еще в какой-то момент Мориарти сам себя убивает, лежит там в лужу крови, и Ватсон стоит, вернее, Шерлок стоит на крови крыше, и вот, ну, туда, видите, где остановочка, туда приезжает Кэпс Ватсон, Ватсон оттуда выходит, ему Шерлок говорит, и говорит, смотри наверх, и это, короче, где сейчас стройка идет, я, короче, не поленился, поднялся наверх, видите, где кран, слева там флажок, в котором написано ТОН, зря я написал ТОН, но ладно, короче, вот там он стоял, да нет, короче, вот там стоял, он ему говорит, не своди с меня глаз, и Ватсон несколько раз пытается вот туда пойти, там в футбольницу, и вот, смотрите, видно хорошо, вот эту губочку за моей спиной, это при скорой помощи, поэтому видите, ну, та самая скорая, о которой мы слышали, что это помнишь, тут же успеха, скорой помощи, и Ватсон, несколько раз идет туда, видно вот эту стрелочку тоже, но каждый раз, ему все он не оставляет обратно, что он говорит, иди сюда, где стоял, иди обратно, и вот в какой-то момент он ему говорит, что я не настоящий, когда сам выступление завершал, раскрывал, ну, кидаю телефон, и долго-долго-долго, картина-картина-картина летит, но шаруками, а заканчивается все тем, что Ватсон, когда бежит, его сбивает на спири, но он в таком тумане уже подбегает, Шерлоку лежит в крови, и пусть и нету, но они когда с Миссис Хатсом в конце стоят на могилке, да, Шерлоку живее, и сейчас там стройка идет, а вот отодрайте эти заборы, там очень круто, вся стена исписана фанатами Шерлока, как в Москве есть стена Цоя, где так сто стоев, что Цой жив, но там же Шерлок жив, это реально культовое место, у меня были на туре ребята, которые работают в больнице Святого Вархломея, и они рассказывали, что там им три года приходилось охрану нанимать, которая этих Шерлокомодов с крыши снимала постоянно, да? Да. Погнали. Мы сейчас вот туда, и бежим по направлению к зданию сюда, откуда, кстати, опять же, в Мариорте выходит невиновно. Погнали. Короче, кто не помнит, надо было, схема такая, что вы свои микробы оставляете, чужие забираете. Как бы это вот такой обмен микробами на весь Советский Союз был, да? То есть, я думаю, недавно как раз, где-то в Фейнбурге, в какой-то группе, там кто-то поширил фотку вот этого Советского Автомата, он говорит, ну надо же, да? Все пили с одного стакана, никаких болезней не было. Кто-то как раз в комментариях повесил, сколько эти стаканы погубили людей, и сколько за раз перевозил. Ну типа мы. Ну типа мы. Ну типа мы, в том-то и дело, да. Иммунитет вырабатывался. Да, конечно, да. Да, 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 да. Мы настолько, настолько хорошо пропаганда работала, что не было никаких болезней, понимаете? Так, давайте самое прикольное, можно было, смотрите, попить водички и посмотреть, как на том здании кого-нибудь вешают. То есть вот это здание, это здание суда, как раз то самое, называется Олбейли. Олбейли это уголовный суд в Великобритании был, где у фасадика, как раз, самая последняя публичная смертная казнь в Лондоне не состоялась. Пойдя, на заднем плане, опять же, здание, еще раз, Олбейли называется. Олбейли это уголовный суд. То есть, наши олигархи до сюда не доходим, чаще всего. Ну то есть, это надо, чтобы совсем все криво пошло, чтобы там убили кого-нибудь. И нас сейчас в другом судится, я вам еще покажу его в конце. А здесь именно уголовщина, и тут такие громкие процессы 19 века были, типа отца Диккенса здесь посадили, Аскара Уайлда здесь же посадили, такие очень громкие процессы. Тут приговаривали к смертной казни. И отсюда и гнали на смертную казнь. То есть, очень в самом начале, это прямо здесь, был бы у заместного рынка, помните? А потом гнали через весь Лондон почти тогда на выселке на Маблач. Маблач сейчас тоже уже центр, да? А когда тут были выселки-выселки, тогда называлось Тайборнскуэр, вот на Тайборне и вешали. С 99 пацан, слушай, вешали, отсюда гнали со всеми почтями. Я имею в виду, специальная тележка была с клеткой, и все знают, да? На Оксфорд-стрит нельзя ходить. Оксфорд-стрит самая поганая улица Лондона торговая. Да не очень тянет. Я знаю. Особенно если вы первый раз в Лондоне, вот Петрова с Баширом затянула туда, да? Там кроссовки купили. Так вот, ну не очень хочется пойти, она реально, они круто себе сделали имидж за рубежом, но она, вы увидите, это самые бешеные толпы, самые идиотские магазины, вот где очереди, где все вот так свалено, те же самые магазины там в 500 метрах, вот тихо, спокойно, красиво. Ну нет, надо ехать на Оксфорд-стрит. Это Чичвалькин очень правильно заметил, что знаете, когда вас черти вот так вот, трезубцами котел скидывают, они иногда чисто ради прикола такие, минуточку, вот тебе десятка, беги на Оксфорд-стрит, купи мне там красные штаны. Если через 5 минут будешь с человеком с Оксфорд-стрит, может быть, мы тебя в рай пустим. Я бы не знаю, что еще людей заставляет так себя везти, туда ехать вообще, да? То есть, это вот последствия, это то, что называется историческая память района, то, что бы по ней гнали столетиями на смертную кайф. Никому приличному там не пришло бы в голову жить. И вот это все последствия. Так вот, это было там, в Абблач, в выселке, а потом там появляется Мэйфэр. Мэйфэр самый дорогой, последняя клеточка монополии, и все очень круто, да? И там у них вот такая происходит часть, где, как после футбольного матча, понимаете, пьяные люди расползаются потом по их садам. И, в общем, это часто тоже происходило. Поэтому они в Мэйфэре такие, так, вот бы это запретить, а? Запретить нельзя, да? Жалко как. Ну, давайте из Мэйфэра это выведем к чертям. И вот они добиваются того, что последняя смертная казнь, они все-таки на местах делались. Вот где приговорили, там и вешали. И вот здание Панамея, начала 20-го века, ну, на этом же месте, очень похожее здание было, и вот на нем сооружали временную конструкцию, прям там и вешали. Здесь последняя, публичная смертная казнь, это вот прям на этой площади. на этой площади 1868 год. Там только открыли местной рынок, новый. Здесь собираются 2000 человек, и это все примерно, да, ну, примерно полторы тысячи из них должны уже на метро были приехать. Вы понимаете, да, в Лондоне, мол, уже можно было на метро, но еще на публичную смертную казнь. Конечно. А дальше уже с закрытыми дверьми это делают еще там до 50-х годов уже 20-го века. Так что, это важно. И опять же, кто смотрел Шерлока, в Бариарте типа невидомным отсюда выходит, да, в той же серии. Так что, это Олд Бейли. Журналисты, которые с камеры были, они, скорее всего, откуда шли. Здесь очень часто какие-то громкие дела происходят. Сегодня не очень громко, потому что, когда громкое дело, это прям видно, там будут пачками эти спутниковые тарелки стоять, и все тут стоят и стоят и рассказывают, довольны они или не довольны приговором. Лит, это подземная река сейчас. А когда-то была над землей. Это как не Глинка в Москве, как там Лыбич в Киеве, да, это все такие реки, которые загнать было проще в коллекцию в 19 веке, чем пытаться их очистить, да, их замусили, загадили во время индустриальной революции. сейчас я ее не чувствую. На другой стороне, я, сори, уже перебежал, ее вот в такой день можно учуять, она в воздухе будет, это вот именно такое, пахнет подвалом таким шурым. Понимаете, да, завтра стуклость. Мы сейчас зайдем в один переулочек, я там расскажу про товарища одного, который попал в эту речку. Заодно красивый церковь покажу. Субтитры сделал DimaTorzok